Глава восьмая. Умение не пить. Если сохранение трезвости – это умение, то, очевидно, есть школы, где его можно получить. Да, такие школы есть. В этой книге будет рассказано только о немногих из них. Не потому, что остальные плохие, а потому, что этот рассказ может быть бесконечен. Мы уже обсуждали, что главным методом является необходимость говорить на эту тему вне интоксикации. Эти разговоры должны вестись в доверительной обстановке, поскольку главной их задачей является добиться абсолютной, кристальной честности по отношению к самому себе. Люди, с которыми я могу так откровенничать, должны вызывать у меня доверие. Не почитание или подчинение, а именно доверие. Я должен быть уверен, что они никогда против меня не будут использовать то, о чем я сказал. Такие разговоры должны восприниматься как медицинская манипуляция, рекомендация врача. Они не должны откладываться по внешним причинам. Это как перевязка раны. Если врач сказал «раз в два дня», значит будем перевязывать «раз в два дня». Не зная почему, не задумываясь, зачем так часто. Эту рекомендацию надо выполнять, даже если поехал в командировку или устал. Говорить на эту тему не хочется, вернее, хочется не говорить. Сразу будет не получаться, разговоры будут казаться нелепыми и бессмысленными. Первое время может показаться, что никакой пользы от них нет. Мы договорились, это умение. Надо продолжать. Не сразу, но получится. Проще всего такие разговоры вести в семье. Многим из больных повезло, им удалось сохранить семьи. Члены семьи – это люди, которым я доверяю. Нет смысла что-то от них скрывать, тем более болезнь. Делать это нужно, по крайней мере, один раз в неделю. Вообще-то, чем чаще, тем лучше. Дело в том, что обострение зависимости идет примерно одну-две недели. И поэтому, если вы попытаетесь разобраться в себе через месяц, можете это пропустить. Дело должно войти в семейный ритуал каждую неделю в какой-то заранее выбранный день, обычно перед выходными, хотя четких рекомендаций нет. Во нашей семье мы должны говорить о том, как дела у нас на этом фронте. Как правило, эти разговоры ведутся между супругами, но мне приходилось видеть, как больной открывался взрослым детям, приятелю на рыбалке или в бане. Разнообразие орнамента допускается любое, лишь бы помогло. Итак, правило первое. Во время беседы обсуждается только одна тема – болезнь. Не принимаются фразы «не хочется говорить на эту тему», «хватит уже меня стыдить», «есть темы и поважнее». Для больного нет более важной темы. Если ты болен, значит, нечего стыдиться. Мы хотим проявить сострадание, так позволь нам это сделать. Часто получается так – начали с главного, а потом как-то сбились на события в мире, дачу, родственников. Поэтому сразу договариваемся. Ближайший час, например, с 21.00 до 22.00, говорим только о болезни, о себе, а потом о родственниках. Правило второе. Во время беседы нужно описывать не события, а ощущения. К сожалению, мы часто делаем вывод, что события нашей жизни напрямую связаны с ощущениями. Например, в ответ на вопрос «как прошел день» приходится слышать «проснулся», «сходил на работу», «вернулся домой», «поужинал», «посмотрел телевизор», «лег спать». Это хорошо написанный милицейский протокол. Теперь ясно, где и когда находился, но что чувствовал в это время – совершенно неясно. Описание дня может выглядеть так. Проснулся в хорошем настроении. Весна. Птички за окном. На работу идти хотелось. Шел радостно. Когда пришел, вдруг узнал, что сегодня четверг, а я думал пятница, завтра выходной. Как-то сразу расстроился. Ничего делать не хотелось. Работал на автомате. Зато после обеда разработался, что ли, уже домой надо идти, а я все думаю, что-то еще нужно сделать. Вот и сейчас сижу и думаю, что кому-то нужно позвонить, а кому – не знаю. Обратите внимание. Не было никаких необычных событий, а сколько ощущений. Об этом и нужно говорить. Правило третье. Говорить надо с кем-то. Вряд ли человек способен быть предельно откровенен со стенкой. Для того, чтобы понять, не вру ли я сам себе, нужно посмотреть в глаза того, с кем говоришь. Результатом такой беседы должно стать понимание того, где сейчас моя болезнь. Если все хорошо, болезни нет, значит что-то скрыл. В очередной раз наврал самому себе, попытался приукрасить, не беспокоить. Значит, болезнь стоит за спиной, и ее просто не видно, но она есть. Это очень опасное положение. Ты ее не видишь, ей легче тебе приказывать. Как часто приходится видеть больного, у которого вчера ушла жена, на работе он не был уже неделю, наверное, уволился. В квартире беспорядок, а в ответ на вопрос «Как дела?» он отвечает «Все хорошо, не беспокойтесь». Вот если бы я услышал «Доктор, у меня проблема», я бы стал меньше беспокоиться. К сожалению, такие разговоры в семье получаются не всегда. Не потому, что семья плохая, а потому, что мысли, ощущения, переживания, связанные с болезнью, выглядят настолько плохо, что порой жалко близких. Страшно, что они испугаются того, что услышат. Один больной мне рассказывал такой случай. Жена поехала к родственникам, задерживается. Я переживаю. Это нормально. И вдруг я подумал, а что, если она попала в аварию? И тут, представляете, на меня накатила волна положительных эмоций. Я дома один, у меня горе, могу и выпить, никто не осудит. Он говорил, что у него даже холодный пот выступил. Какой же я безумный человек, если горе моей любимой жены у меня вызывает мысли о выпивке. Понятно, что такое, не сразу решишься рассказать любимому человеку. А рассказать надо, иначе эти червяки потом превратятся в змей. Для таких случаев существуют места, где больные могут собраться и поговорить между собой. Это так называемые реабилитационные программы. По-моему, термин не очень удачный. Во-первых, потому что слово «реабилитация» у нас еще долго будет носить политический оттенок. А во-вторых, потому что слово «программа» напоминает больше работу с компьютером, чем с душой. Но это мое личное мнение. Да и сам термин прижился, и теперь уже менять его, пожалуй, не стоит. Главным условием этих программ является условие анонимности. Не скрытности или таинственности, а защищенности, поскольку никто из присутствующих не знает, кто я. Именно поэтому в таких группах можно говорить о том, что беспокоит, без страха оценки. Самой общепризнанной программой можно назвать программу «12 шагов анонимной алкоголики». Преимуществом этого содружества является то, что создавали его не академики, а алкоголики. Это не плод научных изысканий, а опыт. Опыт людей, которые делали то, что помогало, а если не помогало, не делали. Эта программа старая, в хорошем смысле этого слова. Она уже достаточно проверена и зарекомендовала себя как способ, благодаря которому ни один получил результат. На сегодняшний день «12 шагов» – всемирное явление, не имеющее явных признаков национального менталитета. Программа довольно универсальна и хорошо отлажена. Подробнее о ней мы поговорим позже. Пока что просто знайте, что такое место есть и не одно. Кроме этой, есть и другие программы, например, клуб «Оптималист». Многим удалось прийти к трезвости там. Есть также «Лествица трезвости» – православная программа. В больших городах есть множество мест, где можно получить эту помощь. Кроме того, есть люди, обремененные клятвой, обещавшие никогда никому ничего не рассказывать. Беседа с такими людьми также может проходить в доверительной обстановке. Иногда приходится слышать неправильное понимание термина «врачебная тайна». Дескать, врачи давали клятву, что ничего больному не скажут. Это не так. Смыслом понятия «врачебная тайна» является то, что врач не должен никому говорить о том, что увидел или услышал, оказывая помощь больному. Это сохранение тайны больного, а не врача. От больного тайн быть не должно, как и у больного от врача. Сейчас в нашей стране есть такая специальность – психолог. Это люди без медицинского образования, но они, тем не менее, также декларируют анонимность в оказании помощи и обещают сохранять тайну. Наконец, есть люди, обремененные очень древней клятвой. Я говорю о служителях церкви. Во всех традиционных религиях принята тайна исповеди. Алкоголизм понимается как вселение в душу демона. Считается, что пьяный человек одержим бесами, а трезвый, переживший такое, бесноватый. Бес-хитер, принимает разные обличия, не приказывает, но постоянно искушает, прячется, лжет. Больше всего бес боится правды, и он неистребим. Выход получается только один – каждый день, всю жизнь следить за чистотой помыслов и намерений, сверяя их с волей Всевышнего. Хочется обратить внимание на то, что нет никаких противоречий между медициной и традиционными представлениями человечества о Боге. Фактически мы говорим одно и то же, только слова разные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok